Что нельзя делать в постели? Какие существуют народные приметы и поверья? В народе существует множество примет о семейной жизни. Многие из них актуальны и в наши дни. Согласно народным приметам, супружеская кровать не должна стоять перед зеркалом, иначе измен не избежать. Кушать одной ложкой супругам тоже нельзя, иначе муж и жена будут крайне недовольны друг другом. Кстати, вытирать руки одновременно одним полотенцем тоже нежелательно, будут ссоры. Чтобы в семейной жизни был мир и счастье, молодая супруга должна разбить перед порогом в древески тарелку, собрать осколки и только после этого зайти в дом. Что категорически нельзя делать мужу и жене? Жене нельзя перелазить через мужа, не вставая, не ложась на постель, чтобы не привлечь на любимого семь несчастей. Чтобы мужская сила всегда была у мужа, ему нельзя бриться после захода солнца. Нельзя разбрасывать по дому вещи, их надо складывать в порядок, иначе в разбросанных вещах поселяется нечистая сила, и в семье начинаются конфликты. Чтобы муж никогда не изменял, супруге нельзя стричь ногти после захода солнца. Ни в коем случае нельзя класть шапку или сумку на стол, иначе в доме денег не будет. Мужу нельзя стоя снимать обувь, иначе жена заболеет. Супругам нельзя есть перед зеркалом, иначе здоровье и красота уйдут из дома. Чтобы болезни и несчастья покинули семью, нельзя ходить по дому в одном тапке. На супружеской кровати не должен никто сидеть, кроме их ребенка, иначе будут измены. Молодожены должны провести первую брачную ночь на новой кровати, застеленной новым постельным бельем, чтобы семейная жизнь была счастливой. Супруги должны спать на одном матрасе под одним одеялом для счастливой семейной жизни. По народным приметам считается, чтобы сны были легкими и светлыми, надо ставить под кровать кружку с чистой кипяченой водой на ночь, а утром ее обязательно выпить. Данный ритуал считается надежным оберегом от нечистой силы. Оставшись в гостях, можно не только поспать на чужой кровати, но и погадать на будущее. Для этого девушке перед сном надо сказать «На новом месте приснись жених невесте». А неженатый парень сможет проговорить «Сплю на новом месте, приснись жениху невеста». Считается, это позволит увидеть во сне суженого или суженую. Застилать постель по утрам после ночи нужно обязательно. По приметам, незасланная постель притягивает болезни. Лучше всего постельное белье менять в субботу, это к хорошим сновидениям. А перестилать постель в воскресенье к плохим снам в течение недели. Застилать постель втроем – плохая примета. С кровати вставать всегда нужно с правой ноги, потому что по приметам левая нога более греховна. На супружеской кровати, кроме супругов, исключением могут стать ваши дети. Никто не должен сидеть, тем более лежать на ней. Если кошка спит на вашей кровати, это примета вашего долголетия и хорошего самочувствия. Считается, что коты отлично лечат особенно головную боль, а также своей энергией как бы вытесняют все хвори хозяина. Зеркало напротив кровати сулит болезни. Оно способно вытягивать из спящего человека духовные силы и здоровье. Так что в спальне такому предмету вообще не место. Если во время сна вы упали с кровати случайно, примета обещает, что вы скоро разбогатеете. Нельзя менять постельное белье во время религиозных праздников. Стирать постельное белье лучше в понедельник. Будьте осторожны, преподнося постельное белье в подарок суеверному человеку. Попросите у него взамен монетку, иначе, согласно примете, вы поссоритесь. Супруги не должны спать на оранжевом или красном комплекте. Это к измене. Однако те же суеверия рекомендуют стелить постельное белье именно этих цветов для возвращения страсти. Комплект в горошек или с мелким узором, или мелким рисунком принесет семью богатство и счастье. Если со сменой белья в субботу делать еще и уборку, то дом будет, как говорится, полная чаша. Идеальный вариант, когда в этот день выпадают еще и на новолуние. Субтитры подогнал «Симон»